Более трех тысяч региональных законов за 25 лет. Губернская дума, которая начала свою работу в 1994-м, фактически с нуля, создавала тот свод правил, по которому Самарской области предстояло жить в новой России. Четверть века спустя первый председатель губернского парламента вспоминает, законы обсуждались и принимались практически в полевых условиях. Знакомое самарцам здание думы тогда было совсем иным. Было очень неуютно, потому что мы не только двигались по этому помещению, когда ремонт шел или реконструкция шла этого здания, мы просто, надо было и собрание проводить, и комитеты, и думать. В общем, вопросов было очень много. В день 25-летия в зале областной филармонии не только депутаты. Звучат поздравления от полномочного представителя президента, обеих палат российского парламента, народных избранников из других субъектов, правительства 63-го региона. Для исполнительной власти дума – одна из важнейших платформ, которая помогает быть в постоянном контакте с жителями. Депутаты, принимая людей, проводя личные приемы, всегда чутки к обращениям граждан. И абсолютное большинство решений, которые требуют внимания правительства региона, они принимаются сообща с депутатским корпусом. В общем, наши депутаты доводят и до меня чаяния людей, их проблемы, их просьбы. И на основании этих предложений мы принимаем и точечные решения, но, что гораздо важнее, мы принимаем решения системные. Целая веха в жизни думы руководства Виктора Федоровича Сазона. В 18 лет он стоял у руля областного парламента, сделав его одним из самых результативных в стране. И действительно, Самарская губернская дума не раз признавалась лучшим региональным органом законодательной власти. Депутаты внесли в Госдуму 266 законопроектов. 30 из них стали законами. Депутатский корпус у нас все-таки в основе свои люди, которые любят, и людей любят, и свое дело любят. Это первое. Второе. Очень сильная парад в думе. Юридическая служба очень сильная. У нас в думе юристов грамотно хочет, профессионально грамотно хочет много. Сегодня парламентарии совместно с правительством активно работают над реализацией 12 национальных проектов. Одна из главных задач – проследить, чтобы народные средства шли только на дело, расходовались расчетливо и экономно. Анна Ивахина, Владимир Терентьев, Новости губернии.